Как бы результат уже пошел. Зачетно? Зачетно. Он мне даже это самое веселое. Спасибо, спасибо. Смотрите в очках. Солнышко, но никакие облака красивые. Он вчера сильно болел. Ясно, ладно, хорошо. Вот зачет, зачет. С почином. У веселого опять. Смотрите, какая шайба. Твою дивизию. Смотрите, какой крупняк. Ребята, я думал монета, но когда колодка появилась, это вообще огонься. Всем, ребят, доброе утро. Мы проснулись, позавтракали и разбежались кто куда. Рустик копает. На старом месте добивает шурфы. Серега, Илюха и Макс уехали вон туда. Там фундаменты проверять. Но мне стало интересно. Вот знаете, стоит порядок домов и проходит вот досудовод. Между ними пустое поле. Распаханное поле. Никаких очертаний, фундаментов нет. Я решил здесь вот походить и погулять. Мне часто задают вопросы в комментариях. Сань, как найти в чистом поле, как говорится, фундамент? Конечно же, ребята, на поле найти фундамент очень тяжело в связи с тем, что грунт пахался многие-многие годы. Фундамент все разнесло. И найти трудно. Но все же. Вот, смотрите, поляна. Она пахалась. Ни одного очертания фундамента не видно. То есть, от этого дома до того дома где-то было порядка, может быть, 6-7, а то и 8 домов. Они плотно здесь стояли. Были улицы всего в два ряда здесь. И вот фундаменты, видите, взорваны. Были там дома. То есть, всего два порядка домов. 125 домов было. Вот, знаете, вот видите, свежая земля. Это я ковырял, ребята. И я нашел ориентиры. Смотрите. Ориентир номер один. Нет-нет, но проскакивают кусочки крапивы. Это крапива. Крапива очень любит мягкий грунт, пышный грунт, насыщенный минералами грунт. То есть, она растет именно там, где раньше, как бы, жили люди. Это крапива, иван-чай, конопля. Вот так что вот здесь вот, вот здесь вот, был дом. И вот смотрим, да, для ориентира. Действительно, вот порядок домов. И вот. То есть, я все верно выбрал место. Это раз, это первый ориентир. Крапива, крапива. Но, сигналы, конечно, здесь я ни одной монеты пока не выкопал. Железо пока выходит довольно-таки неплохое. Вот такое вот железо. Заслонка печная. Элемихи. Вот так что, видите, да, сарай тоже в одном порядке стоят. Так что могло тоже разнести при распашке. Вот и вот она, культурная, ребята, земля не чернозем, а такая серенькая, с красными камушками, с какими-то, знаете, стеклышками, красным кирпичом, керамикой. Вот, к примеру, где я тоже ковырял. Вот тоже, видите, такая с глиной. Ну, такая желтоватая. Вот, видите, керамика, керамика. Вот керамика. Горшочки керамические. В общем, я думаю, будет полезно вам знать такую информацию элементарно. Потому что очень часто задают вопросы. Как, что, зачем и почему. Есть у меня даже видеоурок, как искать на поле. Посмотрите, будет полезно. Ну, а мы продолжаем. Сегодня пока без монет. Но день только начался. Ну, что, ребят, продолжаю я свой путь. Передо мной находится вот такой старый дом. Совсем старый. Почему старый? На нем еще крыша, блядь, ребят, соломенная. Я мимо этого дома пройду стороной. Просто вам хочу показать. Вот. Здесь кто-то уже пытался зашурфиться. Печь стоит. Раз, печь, два. Но все это прям на ладом. На ладом. Пару, наверное, лет и он завалится. Что мы здесь видим? Здесь вот, ребята, вот такая вот фиговина. Может быть, преслится, не знаю. Вот. Ну, как-то так. Мазанная солома. Смотрите, какой толстый слой сена. Солома. Да, уходит небытье. Здесь один человек только живет. Кто-то приезжает за своим хозяйством, смотрит. С ним мы познакомились. Нормально, адекватный мужик. С этой стороны и так. Да. Сейчас я вот по этому порядку пройдусь, посмотрю. Может, фундамент какой-то, смотри. Там в бане еще остались. Сарай большой. Сарай и в бане видно, а дома нет. Странно. Может, разобрали, увезли. Все, пройдем дальше. Ребята, я подошел вот к такому, так называемому, озеру. В свое время, все, возвращаясь к этому же, последнему человеку, который здесь живет, говорит, здесь раньше был тракторный стан. И знаете, что такое костровые воронки? Вот здесь вот образовалась, и здесь трактора затонули. В том году мы здесь проезжали с пацанами. А в этом году, смотрите, здесь какой обвал. Серьезный обвал. Может, вода сойдет, и трактора появятся? Хотя, не знаю, не знаю. Вот, знаете, обваливается берег, и видите, вон сопутка. То есть здесь вот в свое время были дома. Вон там сопутка, вот здесь сопутка, стекло, глиняные горшочки, керамика, кости. Ну и грунт там, видите, какой? Домовой культурный слой. Да, в том году мы только проезжали здесь. В том году. Туда-туда колеса выкручивай. Да-да-да-да-да-да-да, сначала туда. Вот для чего нужны внедорожники. Да, в том году мы только проезжали здесь. В том году. Теперь все. Ну что, ребят, у нас веселый уезжает. Бросает он нас. Говорит, я лучше на диванчике полежу здесь. Вот, манист у него интересная. Здесь такая вот красивая-красивая. Есть царики, есть советики. Отметить можно вот эти две большие шайбы. Вот, мы датировали. Это пятак низкопрофильный. А, или трешка, трешка, может. Это у нас трешка. А, пятак. 24-й год. У него единственное сегодня царское серебро. Затем серебряная ложка. Серебряная сережка. Да, ну нет, я имею ввиду. Так что, как-то вот так вот он откопал. Не густо. Ну и не пусто. Дорогой подписчик, в связи с отключением монетизации, хочу обратиться к тебе с поддержкой канала. Если вам нравятся мои видео и не хотите, чтобы я покидал YouTube, от вас нужна материальная поддержка. 50 рублей для вас ничего, а для меня мотивация. Продолжать вас радовать новыми выпусками. Приму любую поддержку. Номер карты под видео. В описании. Заранее спасибо. Ребят, не отходя от лагеря, решили пробить именно вот эту площадь и туда дальше, на фундаменте. Ну и Серега отличился. Отличился монеткой. Царская. Царская копеечка. Ну и сохран какой, 1908-й. Хорошая. Да, Серега еще прошелся по распашке. Двушка, двушка у нее там была. Там что-то мало. Очень сильно. Да, надо сейчас будет пройти вот так вот тоже. Посмотреть. Копейка, Николай. Вот, ребят, подошел к фундаменту. В принципе, он ковыренный. Но меня заинтересовало то, что здесь большое количество стекла встречается. Костя, засыпка, посуда. В общем, все есть. Но его ковыряли на пол штыка. И я на такие фундаменты прихожу. И сначала прозваниваю верха. И вот верховая у меня монета, ребята. Верховая. Пятачок. Да, фундаментный пятачок. Убиенный, конечно. Но чистка покажет. Такова наша судьба. Да, такова наша судьба. Ну вот, наверное, на нем, наверное, сейчас до конца. До финиша, может, и останемся. Пойдет. Ну что, ребят, пришло время с вами прощаться. Обзор находок по традиции. Компании у нас немножко предела. Остались Рустика, Илюха, Серега. Сейчас прибираемся в лагере. Всегда оставляем на собой чистоту, порядок. И обзор находок, чего мы накопали. Накопали, в принципе, я считаю, что неплохо. Хотя, места уже иссякают. И лучше. Да, могло быть и лучше. Ну, места иссякают. По находкам, ребята, сразу. В общем планом. Жалко, веселый уехал, у него достаточно тоже много монет. Вот, получилось как-то вот такое количество монет у нас. Ну, неплохо, я считаю. Неплохо. Самое интересное, только от своего внимания обострю на двадцатке, двадцатого года, рустика зачетная. У Рустика, между прочим, больше всего, наверное, царских монет. Раз, два, три, четыре, пять. Вот, пять царских монет у него. Дальше что? Вот такая медаль вместе с планкой. Вообще зачетная выпала. Вообще огонь. Редко, когда с планкой выходят медальки. Вот такая свистулька выпала зачетная. Заглушечка от духов классная. У меня серебрушка тоже есть. По меди. Раз, два, три, четыре, пять. Пять медий. Вот из них две двадцатки двадцатого года. Дальше по советам банально. Ничего сверхъестественного нету. Пятачки, двадцатки, трешки, пятнашки. Так, у Сереги тоже есть серебро. Зачетная. Двадцать восьмой год, да, Серый? Да, не помню. Вот. По меди у него тоже. Раз, два, три. Три меди. Да, у него копеек. А, вот это, вот это ВРБШ. Вот еще копеек. Ну, раз, два, три, четыре. Ну, четыре монетки. Вот. У Илюхи могу отметить вот такой пятачок зачетный. Тридцать восьмой год. Не знаю, дорогой нет. Я его не снимал, когда он выкапывал. Так что не знаете, сколько он стоит. Не знаю. Дальше. Вот такая вот фиговина интересная. Вариантов предположений было много. В итоге мы решили, что там был внутри кокс. Бабочка для марафетов. Да. Так. Ну, а в целом, что еще? Вот этот интересный манистер. Мы его ширкали, пыркали. Вот. Вроде белое проглядывается. В общем, все с серебром. Больше всего серебро оказалось у нас у веселого, у Макса. Там ложечки, сережечки. Вот как-то так. Ну, на этом и все. Всем пока, пацаны. Пока-пока. Рустика не показывает. Все, ребята. Мы поехали вон туда. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok